Любители громкой и быстрой езды отдают предпочтение спортивным мотоциклам, а ездить на них любят ночью, когда на дорогах практически нет движения. Шумом своих железных коней они нарушают тишину и покой граждан. Наша съемочная группа встретилась с одним из таких гонщиков. Потому что машин мало, трафик, то есть, менее загружен, и в основном все. Не ловят, даже и палочки не машут, аж нормально. Не пытаются остановить пока. Может быть, не слишком мешаю. В основном все, как бы сказать, жалуются на звук. На него жалуются, а он продолжает ездить. Больше всего байкеры любят гонять по прямым участкам дорог города Наринмара. Одно из самых любимых мест у мотоциклистов – это дорога по улице Луучейского. Отрезок трассы длиной чуть менее километра позволяет мотоциклистам развивать очень большую скорость. В законе Ненецкого автономного округа по административным правонарушениям предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в промежуток времени с 22 часов до 6 утра. Санкция предусматривает штраф, предупредение или штраф в размере от 500 до 1000 рублей для граждан. И для юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей в случае нарушения тишины и покоя граждан. Также ОГИБДД проводят регулярные рейды. 12 июля МИБИП проведен рейд под условным названием «Велосипедист-мотоциклист». Целью такого мероприятия является предупреждение дорожно-транспортных происшествий водителями двухколесного транспорта. В ходе проведения мероприятия выявлено пять административных правонарушений. Это управление транспортным средством незарегистрированным в установленном порядке, также управление без права на управление данной категории транспортного средства. В данном случае это категория А отсутствовала. В основном на шумных мотоциклистов жители нашего округа жалуются в социальных сетях. Мало находится желающих из теплой постели бежать к телефону и звонить в полицию. Да и пока наряд приедет, гонщика и след простынет. Объясняться потом. По этой же причине и на камеру жаловаться никто не стал. Тем не менее, начальник правового управления аппарата администрации Павел Рахмелевич советует в случаях нарушения тишины в ночное время необходимо вызвать сотрудника полиции. Дмитрий Марков, Атон Мудряков, Телеканал Север.